добрый добрый всем день а у меня сегодня день особенно добрым оказался потому что я оказался у себя мастерской и весь день здесь валяю бомблю то что я люблю вот пришел сюда принципе еще вчера полдня тут тропа тратил я вот для ножичек тут этот как называют нужны деревянные взялся делать но пока там их там тяп-ляп все быстренько пока все сохнет там уже в общем там долго еще истории там наверно даже в сиську придется сделать не важно важно вот вчера начал грубо ободрал сегодня занимался художественными как говорится доработками ху здесь конечно еще не сладко все но то что накопил то и вложил дальше давайте посмотрим что я на сегодня делаю так сразу поделимся 3 клинка 3 английский клин знаете что такое греки клин то есть если кто не знает это семьдесят пять процентов клин это четыре штуки стопроцентный клин теперь подробнее что у нас в итоге получается а мне радует то что получается госпожа резкость придите к нам подальше надежать сделал так серенькими вот маленько сейчас залапал просто пальцем сделал серенькие насечку еще пока не делал но и будет это вот 75 процентный клин английский у всех об ушки клин выходящие на головку подвод сами видите наименьший для того чтобы тоника получилась при заточке вот такие вот у меня красавцы выходят все таки разлука разлука она дает о себе знать и вещи совсем другие уже получаются после этого как беленькая сталь угода прям так хочется назвать silver стил тоненькая подводочка под заточку там 0 0 0 0 все общем как надо все тоже в серых тонах естественно тут клинышек на головку переходящий третий видите наверно не отличаются головками у одной французская в другой английская у третьей немецкая здесь кому так понятнее вот это с немецкой головкой можно сказать даже по-другому не немецкая головка трутвача но ведь у нас в приоритете у россиян никак не советские варианты хотя нет есть люди которые уважают советский труд то что они делали допускай там гнали ширпотребом горами надо было миллионы но как бы они не гнали они старались сделать правильно не всегда каш получалось но в большинстве случаев сделать правильно тем более там над ними стояла а т.к. то есть вот такая это отдел технического контроля который не пропускал то что не соответствует должным параметрам ладно отвлекся теперь стопроцентный клин в этот раз и его не стандарте сделал видите это после термообработки не стал сшибать вот эти вот мелкие такие неровности который выдает сталь и их оставил то есть и поперечные там такие продольные вот эти вот эллипсообразные точнее сказать будет это стопроцентный клин острючие уже но их конечно точить на любому что прямо тут было все гладенько с английской головкой не порезаться как бы тут лучше то вот такие вот варианты у меня на глаз это примерно 5 восьмых я даже не замерял вообще не любитель я замерять это дело так перед тем как на сайт вывесить замерю чтобы имели представление так как вы выбираете фото в первую очередь с описанием а во вторую очередь вы получаете бритву поэтому для вас обязательно нужно размер я когда творю не размеры вообще не интересен принципе да что сейчас на русную точно на эти клинышки вот такие вот на сегодня варианты это был с английской головкой да ёхты не доиграться бы этого как хотите или немецкая или трудвачья уж как кому ближе вот маленькие трясутся уже под выдохлись еще один экземпляр сейчас мы есть госпожа удача у нас госпожа резкость которую мы всегда так ждем надеемся что она к нам придет вот так вот брутально я так сказал оставил а клиночки то готовы к ним еще оправы не знаю конечно у меня удастся ли еще оправа на них успеть сделать вот ну мне еще нужен нож сдать который забрал я обещал сделать ножны деревянные там с инкрустацией туда-сюда то есть мне надо как-то сейчас туда тоже силы и время направить поэтому когда соберу оправы даже не знаю есть можно просто клинками на сайте вывесить но там спроса опять же на клинки не особо почему потому что не каждый умеет не у каждого есть пример из даже умеет возможность собрать ручку поэтому буду все таки значит собирать их до конца и затачивать естественно потому что человеку удобнее всегда взять готовую бритву полностью рабочую заточенную чем не заточенную и без ручки это естественно и цена причем не особо большой разницы то что вся основная стоимость это вот клинки вот как бы все да давайте на как обычно я еще пару слов скажу от себя все же что меня вдохновило сделать вот именно такие варианты у меня принципе не все при себе но вот батчер игорь игорь твоя бритвка это подарок мне от игоря просто там остальные забрал и заточку делал тут правил все а это не успел поэтому пока вот на нам есть лежит ну вот видите вот она еще уже она вообще наверно по моему ну а после восстановления четыре восьмых выходит готовите вот принципе вот это и моделька и француженка меня сподвигли на вот то что сейчас изготавливаю то есть француженка это вот батчер это вот или вот то есть вот как то так вот раз уж все такие большие любители не все и все но большинство я хочу сказать такие большие любители импортного пожалуйста только в наивысшем качестве то есть наивысшим это большая разница как вот недавно один человек написал из города уфа в отзывах там он по моему крайний отзыв наверху что мол он там купил какую-то немецкую бритву там тысяч 15 наверное примерно так они где-то стоят такие-то варианты вот и купил потом моего ради спортивного интереса причем он вообще вот я не смотрел в сторону ваших бритв а мол россия а как жигули как ведро с болтами вот тоже самое на бритву так же смотрел купил год просто ради спортивного интереса и когда в сравнении то есть бритвы получились в сравнении то есть он сравнивал и немецкую и мою бритву причем моя бритва была тоже такая не из дорогих и не 15 тысяч что-то в районе там 9 вот то он даже по телефону мне так же сказал и в отзыве так же написал только отзыв короткий получился что мол теперь у меня бритва немецкая лежит на полке как воспоминание о ошибке то есть ошибка считается то что он купил в первую очередь немецкую бритву а потом в сравнении он понял что это была ошибка вот даже так что мне не хватает это видео тестов видео отзывы видео с бритьем моими бритвами если кому не лень я и вообще не настаиваю никаким местом то есть как бы весь кому не лень пожалуйста снимите мне это видео потому что я сниму это я то есть всем любое малейшее действие считается как рекламный ход поэтому если от вас поступит какое-то видео просто даже для ютуба то это будет очень даже здорово чтобы люди могли посмотреть со стороны напрямую от пользователя именно бритвы на что она способна как она работает какие впечатления вот как-то так но это я не настаиваю еще раз повторяюсь но было бы здорово потому что я каждый раз пытаюсь по телефону что-то как-то доказать во-первых с моей стороны это выглядит навязчиво во-вторых все равно мои слова воспринимаются как рекламный ход сильно конечно вот или примеру звонок недавно был вчера вчера был к вечеру ближе то есть мне бы вот бритвку вот которая сколько она там у меня восемнадцать шестьсот а мне бы ее так бы тысяч за восемь шестьсот я говорю я бы даже с радостью в принципе но у меня просто сейчас нет таких средств не располагаю я им за счет которых я смогу сделать такую скидку вот в чем дело то я говорю так возьмите то есть по деньгам бы хотелось я говорю возьмите по деньгам возьмите за те же восемь шестьсот примерно из у-8 стали а бюджетные вообще там за четыре с чем то я не знаю уже не помню нет хочу такую но вот за эти деньги ну господа хорошие как говорится вы же не приходите в салон бентли и не говорите что продайте мне бентли по цене гранты ну как вы думаете что вам ответит даже вы придете в салон гранта ну там лада и скажете ну скиньте мне сто тысяч а лучше двести ну и представьте что вам ответит если даже представить сложно то попробуйте попробуйте обратиться то есть вот как то так то есть я могу сделать скидку но когда я могу когда у меня есть на это средства вот ну вот ну в общем все мне тут много еще есть что сказать прям очень много но в целях экономии вашего времени своего времени я сейчас отключаюсь то есть в смысле видео сам нет и иду заниматься вот ножными насколько время хватит имеющего завтра с ними заниматься и может даже послезавтра вот а там опять к ножам придется наверно возвращаться в общем не знаю пока даже вот видите как судьба то я вообще не собирался в Месяцкове я думал мне тут не светит поработать вообще никак а на самом деле ну вот как порадовало все спасибо за внимание спасибо всем кто со мной спасибо всем кто за меня всем большое спасибо до свидания до новых встреч